Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги Откровения Анны Богословой Я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет 16 глава это семь чаш гнева, все очень плохо, все горит в огне, все трясется в землетрясении Все разрушается, все уничтожается И в 17 главе более конкретно говорится о городе Вавилоне А я напомню, что город Вавилон это в общем-то Рим, жестокая империя Которая существует за счет других стран, которые она завоевывает, которая враждует с Богом Которая звероподобная, собственно зверь, который уже у нас встречался Он и есть наверное образ такой вот, ну римской империи Но на самом деле любого жестокого языческого государства А до Рима был Вавилон, разрушитель Иерусалима Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошел ко мне и сказал Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата И он перенес меня в духе в пустыню И я увидел женщину, сидящую на алом звере Который был исписан богохульными именами У него было семь голов и десять рогов Но этого зверя мы уже видели, просто у нас был сам зверь символом этой державы Ну а здесь это уже отдельно женщина Почему женщина? Может быть как параллель к жене, одетой в солнце Вот есть такая женщина, а есть другая Вот там церковь, а здесь вот соответственно это языческая империя Женщина была одета во все пурпурное и алое Была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом Та в солнце и луну и звезды, а эта в пурпурное, золотое, драгоценное Ну то есть, понятно, да, та в небесное, это в земное и самое дорогое из того, что есть на земле В реке у нее была золотая чаша, все очень дорого, богато, наполненная мерзостью и нечистотами ее разврата Ну, тоже образ понятен, да, все богато, но все противно Богу На лбу у нее написано имя, имеющее тайное значение Великий Вавилон, мать блудниц и мерзостей земли Эти надписи на лбу, наверное, как мы в повседневном обиходе говорим На лбу написано, то есть всем очевидно это вот то, что показывается в первую очередь Я увидел, что женщина была пьяна от крови святых, от крови свидетелей Иисуса Вот, смотрите, не просто их убивала, а упивалась этим Да, смаковала, как хорошее вино смакует ценитель Я был поражен, когда ее увидел Ангел сказал мне, чему ты удивляешься, я тебе скажу, в чем заключаются тайны женщины И звери с семью головами и десятью рогами, на котором она сидит Зверь, которого ты видел, был и нет его Он еще раз выйдет из бездны и отправится в погибель Вот, смотрите, было, нет, то есть вот эти империи, они погибают и возрождаются Новые возникают Не то, чтобы победа над одной империей римской, например, Львовилонской до того Навсегда закрыла возможность появления этого жестокого государства, которое противится Богу Это скорее возвращающийся образец Жители земли, имена которых от начала мира не были написаны в книге жизни, удивятся, глядя на зверя, потому что он был, его нет и еще придет Ну, а мы смотрим, и нам интересно, ну, надо же, вот еще одна империя возникла, вот она распалась, вот потом другая за ней пришла Это требует понимания и мудрости Семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина Это, конечно, очень похоже на семь холмов, на которых основан был Рим Но надо сказать, что многие города считали себя основанными на семи холмах, включая Москву, кстати И семь царей, пять из которых уже пали, один есть, а другой еще не пришел, а когда придет, то ненадолго Вот, соответственно, правители, да, начиная, видимо, с Августа Октавиана Зверь, который был и которого нет, это восьмой царь, при этом он один из семи, и он идет к погибели Восьмой, то есть один из семи, какая-то странная арифметика Но, мне кажется, это такой намек на то, что не надо считать это число окончательным, да Будут еще новые цари, все еще произойдет, все повторится И на самом деле важно, где будешь ты в этой ситуации, а не подсчет, сколько там кого и чего Десять рогов, которые ты видел, это десять царей, еще не получивших своего царства Но вместе со зверем они на один час получат царскую власть Получается, что эти десять не следующие после семи, всего семнадцать, они одновременно, да То есть нет ничего уникального ни по хронологии Семь, но восьмой он, он тоже как и эти семь, а значит и девятый, и десятый Ни по территории, то есть десять других таких же будут рядом где-то, да Это повторяющаяся история, она универсальна, она общая У них одна общая цель, они отдадут свою силу и власть зверю Можно сказать, что это цари, которые подданы Рима, такое же было Царь Ирод, например, он был подданным римского императора, хотя считался царем А можно считать, что это просто устройство многих подобных государств, стран, народов, людей Они будут сражаться с ягненком, но ягненок одержит над ними победу, потому что он Господь господствующих и царь царей И с ним его избранные, призванные верные Обратим внимание, что победит ягненок, а не люди, да Все-таки победа дается свыше Потом ангел сказал мне Воды, которые ты видел там, где сидит блудница, это народы, скопления людей, нации, языки Звери и десять рогов, которые ты видел, возненавидят блудницу Они разорят ее, оставят ногой, будут поедать ее тело и жечь ее в огне Потому что Бог внушил этим десяти рогам желание исполнять его волю И единодушно отдать зверю их царскую власть до тех пор, пока не исполнится то, что Бог сказал То есть, смотрите, пока эта империя в силе, то все ее боятся, все ей поклоняются Как только это меняется, оставят ногой, будут поедать тело и жечь в огне Но Римская империя так и погибла, да, разорвали на куски Все, кто только мог, приложили свои усилия Женщина, которую ты видел, ну, если кто еще не догадался, уж совсем для несообразительных Это великий город, царствующий над всеми царями земли Ну, вот тут Рим уже однозначно, да, вот никак нельзя сказать иначе А я бы еще обратил внимание на то, что это все происходит на территории Римской империи Под властью римлян Как же это согласуется с словами апостола Павла, 13 глава, к римлянам Что нужно отдавать то, что требует власть, там, подати, почести, да Что нужно быть лояльным к власти А Иоанн лоялен Но лоялен, это не значит, что он в восторге Он не нарушает римского законодательства Он говорит о том, как он видит римское государство Он говорит о том, что это государство, оно исполнено насилия, неправды, язычества, всего остального И он с этим не соглашается Вот и все Но здесь нет политического мятежа Здесь, если почитать текст, аккуратно очень сказано, что ягненок побеждает И нигде нет призыва к гражданской войне, которые происходили в Риме периодически Нигде нет призыва к неисполнению законодательства Каких-то еще вот таких очевидных вещей Да, просто есть очень суровая оценка этого самого Вавилона Речь о котором пойдет и в следующей, 18 главе Продолжение следует...